Теперь перейдем к его величеству, к большому бицепсу. Парни всегда готовы делать бицепс, девчонки всегда говорят, покажи бицепс. Первое, что вы делаете, вот так. Ну что ж, давайте создадим руки, как у настоящих чемпионов. Ну или хотя бы такие руки, чтобы все увидели, что вы умеете это делать. И первое, с чего мы начнем, подъем штанги на бицепс. Это основное и, пожалуй, лучшее, что вы можете сделать на бицепс. Не будем фантазировать. Сначала освоим базовое упражнение, а потом уже попробуем что-нибудь из продвинутой методики. В этом упражнении заключается весь механизм работы бицепса. Можно использовать как прямой, так и Z-образный гриф. Сделаем прямым. Берем средним хватом. Узкий хват тоже эффективен, просто он больше прорабатывает меньшую головку бицепса. Если работать на большую головку бицепса, вот здесь, нужен хват вот такой ширины. Но не слишком широко. Вы можете менять положение хвата руками в зависимости от вашего опыта. А сейчас начнем со снов. Вот так. Подъем. Подъем. Некоторые думают, я же не поднимаю на самый верх. Но до самого верха не всегда означает правильно. Потому что тогда я включаю плечи. Нам не нужны плечи. Вся нагрузка должна быть направлена на бицепс. Посмотрите сбоку. Где моя рука и как высоко я поднимаю штангу. Вид сбоку. Подъем. 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 Еще раз. Это основное базовое движение на бицепс. Просто отлично. Не ошибетесь. Можно ли читинговать? Конечно. Но не в начале упражнения. Поймите правильно. Вы делаете 10-15 повторений. И последние 5, последние 3. Можно сделать с читингом. Давайте. Добейте его. Но ни в коем случае не в начале упражнения. Теперь следующее упражнение. Также одно из моих любимых. Подъем на бицепс. Сконцентрированно. Здесь у нас обычная гантель. Я люблю гантели. Знаете, это была моя первая покупка, когда я начал заниматься со свободными весами. И с одной лишь гантелей я добился многого. Я делал много разных вещей. Развил руки, плечи, бицепс, трицепс, спину. Можно очень много сделать с одной лишь гантелей. Но нужно уметь ею пользоваться. Одно неверное движение, и у вас не будет прогресса или даже получите травму. Концентрация. Казалось бы, зачем такая сложность для столь простого упражнения? Здесь дело не просто в поднятии тяжести. Вы должны стать единым целым вместе с мышцей и весом. Вы должны быть в психологической связке. Вокруг вас много людей, они ходят, болтают. Так нельзя. Это не сработает. Это невозможно. Почему? Потому что у вас не будет связки между разумом и мышцей. Вы должны иметь эту связку. И не только здесь, но и в любом другом упражнении. Не надо болтать по телефону и заниматься. Работайте правильно. Сконцентрируйтесь. Уделите этому время. Возьмите гантель, сосредоточьтесь. Единственная движущаяся часть – это ваша рука. И только ничего больше. Спина неподвижна. Локоть неподвижен. Только рука. Сокращение. Подъем наверх. Наверх. Обратите внимание на вот этот вот угол. Есть причина. Будьте уверены, что используемая рука в самом низу. Что если я изменю позицию вот так? Но это просто не сработает. Угол очень важен. Здесь начало. Но небольшое опережение вам поможет. Не надо начинать с мертвой точки. Сокращение. Подъем. Есть одна хитрость. Каждый раз в верхней точке доворачивайте мизинец. Вот этот маленький мизинец. Немножко выше. Каждый раз, когда вы это делаете, ваш бицепс дожимается. Автоматически. Делайте это каждый раз, достигая верхней точки. Пиковое сокращение. Дожимайте. Впоследствии можно читинговать. Смещаем корпус немного назад. Немного. Но не в начальной, а в завершающей стадии выполнения упражнения. Некоторые любят делать это не на скамье, я тоже. Но это несколько труднее, так как нога больше не поддерживает ваш локоть. Мне это нравится, так как дает больше свободы. Еще раз. Локоть неподвижен. Обратите внимание, локоть неподвижен. Пик для бицепса с гантелей. Штанга дает массу. С этими двумя упражнениями у вас будет отличный бицепс. Но не будем забывать предплечье. Это маленькая часть тела, но не забывайте о ней. Проработаем ее этим упражнением. Это простое и легкое упражнение. Любой может его делать. Есть еще одно упражнение. Будем использовать обе руки. Работая со штангой. Вот так. Обеими руками. Не надо торопиться. Сокращение. Медленное сокращение. Это хорошо подойдет для развития предплечья. Женщинам не стоит очень увлекаться этим упражнением. А вот мужчинам не стоит забывать о предплечьях. Теперь перейдем к нижней мышечной группе. Давайте сделаем ноги. Спасибо. Продолжение следует...